я иногда сижу думаю так важно чтобы большее количество людей знали об этом знание очень важно я бы хотел спросить у кого из вас сейчас данный момент есть долги честно поднимите я видит долги из данный момент а вы пришли чтобы не попасть туда да вот то что вы хотите учиться чтобы туда не попасть это очень важно поэтому видите долги такое свойство имеет я сейчас пошагово пойдем или нет начнете понимать пошагов когда пройдем я заметил что долги когда в человеке появляются долги странным образом пожалуйста странным образом удача покидает человека вы согласны со мной кто из вас это заметил это заметили собственной жизни те дела которые раньше вы делали легко получилось и даже это не получается те дела которые вы легко могли бы раньше делать у вас дела пошло бы хорошо даже это начнет не получаться почему так происходит потому что долги они связаны с эмоциональный участок мозга что это значит эмоциональный часть долги возбуждает эмоции долги на самом деле возбуждает эмоции человек когда в долгу он начнет нервничать он начнет проживать сами интересны долги это такой вещь который сам человек не понимая начнет о них думать просто сам не понимая о них начнет думать хочешь не хочешь придется думать о долгах вида заметили ты нравится тебе не нравится тебе хочешь хоть какое-то время хотя бы забыть о них не получается мышление должника она приводит к тому что лицо человека начнет видно стат со стороны сразу видно что у человека депрессия либо у человека проблема и уловили со стороны начнешь видеть что у человеке что депрессия у него проблемы это со стороны сразу видно поэтому долги иметь такое свойство скажите пожалуйста кому из вас приятно заниматься любовью не понял некоторым из вас не нравится я понимаю что неожиданный вопрос я действительно понимаю что вы не ожидали такого вопроса но вы должны понимать что как вот занятие любовью как возбуждает человека как начнет нравится точно также аналогично ваше сознание так ему нравится быть в долгу что другого не воспринимает только обратной стране монета внимание два стране монета существует если вы одну стране монета увеличиваете другая страна монета автоматически увеличивается внимание обратите если вы одну стране монета увеличиваете вторая страна монета автоматически увеличивается как день и ночь видите вот это баланс держится мир вот это баланс Без этого баланса мир не существует. Зима, лето, жизнь, смерть и так далее. Точно так же, то есть я хочу сказать, как положительная страна, например, те вещи, которые нам принесет радость. Когда вы зарабатываете, вы радуетесь? Да. Вы согласны, что когда вы... Вот представьте, что сегодня зарабатывали 5000 долларов. У вас настроение довольное? Хорошее? А представьте, что вы сегодня потеряли 5000 долларов. Какой из них эмоционально больше? Вау! Кто понял? Какой из них эмоционально влияет больше? Я заметил, что на 20%... Смотрите, да? Вот так, смотрите. Если реально посмотреть, это где-то вот так выглядит. Скажем, если мы говорим, что потеря 100% влияет на человека, приобретение на 70% возможно на 80% влияет на человека. Потери сильнее влияют на человека. Это правда. Действительно это так. То есть вот эта часть, эмоциональная часть мозга, он сильнее влияет. Я сейчас буду... Сдам вам несколько вопросов. Первый вопрос у меня такой. Кто из вас уже больше года в долгах? То есть уже год прошел. Больше года. Кто, у кого уже 2 года долги есть? Поднимите руки. Это нормальное явление. Если вы пойдете к врачу, вы влачете спросить, давно ли эта проблема? Вы должны сказать. У кого уже 3 года такое состояние? Честно поднимите руки. Вы попадете к книге Геннесса. Внимание обратите. У кого уже 5 лет долги есть? Выше поднимите солнце. Я сегодня с этой королевы нашей провел полчасовой консультации. Я его историю буду рассказывать вам. Сегодня я в виде примеров и буду обучать. И вы начнете очень многому увидеть и понимать. Хорошо? Я попозже буду рассказывать. Сейчас я характеристикат долги по чуть-чуть, по чуть-чуть рассказываю. Самое важное не то, что вы делаете. Вот вы же попытались бороться с долгами? Кто из вас заметил, что чем вы боретесь с долгами, странным образом они становятся больше? Кто из вас это заметил? Никто в детстве не мечтает, что я вырасту, обязательно попойду в долгу. Это такого нет. Но долги могут произойти в жизнь любого человека. Он не знает, об этом, сам, что могут. Даже если вы сегодня богатые, сегодня богатые, никто не гарантирует, что через 3-5 лет вы будете богатыми. Никто не знает. Вы думаете, что я мечтал, я знал, что попойду в долгах. Я был в долгу 174 человека. Напишите себе. Вы должны это точно знать. 174 человека я был в долгу. В сумме 1 846 000 долларов. 1 846 000 долларов. Еще плюс, еще плюс, 4 банка. 4 банка, общая сумма банка составляет 493 000 долларов. 3 000 долларов. Теперь скажите, у кого из вас хуже проблема, чем мои? У вас не была такая проблема? Есть. Ваша ситуация совсем, наверное, меньше выглядит по сравнению с моим. Узнавая о моем проблеме, вам уже легче стало, наверное. Нет еще? Нет. Знаете, когда я попал в банкротство в долгу, одну вещь мне помог. Я вам расскажу, что мне помог. И знаете, я попал в страшную депрессию, честно скажу вам. Я первые три месяца из дома не выходил. Никого видеть не хотел. Я даже думал о самоубийстве. Я думал каким-то образом, как-то, не знаю, я действительно так думал. У меня были все симптомы сумасшествия, потому что как будто голова лопнет. Никого видеть не хочешь. И самое главное, не можешь сосредоточиться. Какой-то тупик. Вот знаете, какой-то тупик, не знаешь, как выбраться. Как будто вот вокруг вот чего-то происходит, непонятное состояние. Как делать, не знаешь. Ты готов любую работу взяться, но не знаешь, что делать. Первые три месяца у меня было такое положение. Я лежал дома, никого видеть не хотел. Я был в страшном депрессии. То есть получается, хочу спать, не могу уснуть. Комнату закройся, даже жену я не допускал к себе. Никто, чтобы не подошел ко мне. Я так и действительно был. Потом однажды моя жена идет по улице и встречает моего друга. Он изобретатель. Он говорит, а где Саид? Он говорит, она говорит, он приживает, сейчас у него все дела плохо. И у нас очень много долги, все звонят каждый день. Вы представьте, 174 человек каждый день звонят. И они выводят вас из себя. Вы, надоедая вам, поднимать их, отвечать на их звонки, они начинают потом грубить вас. Они начинают унижать вас. У вас бывало такое? Они начали уже вас наезжать или нет? Скоро вас ожидают, если еще не начали. И поздравляю. Я серьезно говорю. Они начали унижать. Они начали угрожать. Смотрите, когда вы берете у кого-то долг, у этих людей появится власть над вами. Внимание. Когда вы берете долг, у этих людей есть власть над вами. Теперь внимание. Вот самое страшное внимание. Бог даст вам здоровье, вы когда-нибудь долг вернете, если Бог даст вам здоровье. Но власть никогда не уходит. Никогда. Это похоже на то, что если вы возьмете нож, режете воду, вода запальняется. Ничего не заметно. Но если вы возьмете нож, режете лицо человека, рана заживается, шрам остается. Вот этот шрам, она все равно следы оставляет навсегда. Точно так же долги. Кто мне понял? Поэтому, когда у человека, у кого-то вы берете долг, у них же есть власть над вами. Им кажется, что они имеют право унижать тебя. Им кажется, что они имеют право нагрубить тебя. Им так кажется, это правда. Они думают, что они имеют право тебе нагрубить, унижать. И на самом деле, ты всего лишь им деньги должен. Больше ничего. Ничего в мире не принесет, сколько унижений, как долги. Ничего в мире не принесет, сколько страданий, как долги. Это реальные страдания. И это действительно правду говорю. Когда человек попадет в долгу? Потому что он хочет много зарабатывать. Кто мне понял? Да. Единственное, что толкает вас в долгу, это желание зарабатывать. Импульсом. Импульсом. Почему вы брали товар? Почему вы брали деньги в долг? Почему вы брали кредиты? Почему поставщика брали под реал товар? И так далее. Это все с желанием, чтобы зарабатывать. Почему вы арендовали контейнера? Я на миллион процент уверен, что вы это делали с желанием, чтобы зарабатывать. Я прав? Да. Смотрите, как это работает? Я заметил, что вот такой механизм существует. Желание зарабатывать деньги, она сама по себе очень опасная оказывается. Она как работает? Вот так. Я сейчас покажу кое-что. Я скажу, что это фактор времени, а это деньги. Это фактор времени, а это что? Деньги. Вот как происходит? Вот, например, человек отсюда, стартовый точка человека отсюда, точка ноль. Согласны? Возможно, он чуть-чуть зарабатывает. Какой-то уровень дохода у него есть, он здесь. Если мы посмотрим вот эту шкала, скажем, что шкала в районе, не знаю, здесь внизу годы, соответственно. Тут наверху, если мы ставим какие-то сифры, может быть, тысячи долларов, скажем, в районе, или десять тысяч долларов, шкала зависит от того, как мы работаем. У кого-то доход больше, у кого-то меньше. Поэтому я возьму в районе где-то тысячи долларов, скажем, да? Тысячи, две тысячи и так далее, и так далее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, скажем, что до десяти тысяч долларов тут. Хорошо? Вот так, например. А здесь давайте мы возьмем, что годы, да? Мы можем взять по пять лет, можем взять годы. Вот так, да? Вот так, правильно? Вот так, в таком духе. Теперь смотрите. Я заметил такую необычную вещь. Человек, который зарабатывает, например, скажем, что он работает 300 долларов в петлю, 500 долларов на зарплату работает или какой-то там. А потом он принял решение, что он хочет заниматься бизнесом. И он принял решение, что мне надо заниматься бизнесом. И что он начинает делать? С желанием, чтобы зарабатывать. Оказывается, когда человек дает старт, если вы вспомните, в самом начале у вас некий рост пошло. В самом начале у вас пойдет чуть-чуть рост. Вы это вспомните? Вот чуть-чуть рост пойдет. В самом начале. Вы более удачливый человек в самом начале. Она приходит где-то так. И это вдохновляет. Потом идет вот так. Знакома? Это действительно так. Вы понимаете? Это дено, самая кульминационная нижняя точка, когда определенный уровень человек достигает. Это достигает только и остается. Теперь, сколько процент людей отсюда выбирается? И давайте сначала говорим, со скалками людьми так происходит. Так происходит более 80% людьми. Вот эта картина приходит. С 80% людьми происходит вот это. 20% людьми, 20% людьми. Это не происходит по одной причине. Какая причина, я скажу попозже. У них происходит чуть по-другому. Поэтому, что загоняет человека в долги? Это желание зарабатывать. Желание лучше жить. Это похоже, что как будто это... Вот ты хотел лучше жить, ну и тебе получай. Понимаете? Вот так. Вот это желание загоняет человека в долги. Теперь внимание обратите. Присходит следующий момент. Большинство людей здесь потеряется. Они потом отказывают от бизнеса, отказывают от мечты. Большинство старается, чтобы лишь бы каким-то образом вот эти деньги вернуть. Они говорят, больше я не хочу ни с чем связываться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok